Если вы откроете со мной 1 Коринфянам 14, пока мы открываем 1 Коринфянам 14, мне нужно быстренько преподать вам урок по древнехристианской герминевтике, чтобы вы понимали. Потому что есть сегодня некий конфликт в современном богословии из-за вопиющей безграмотности. И многие проповедники, и опять же, не от надменности так говорю, но многие люди, являющиеся великими мужами божьими, отчаянно безграмотны, и они торопятся называть людей еретиками и быстрее на осуждение разных людей, движений разных вещей, в то время как сами они воплощение посредственного образования, мягко говоря. Ранее церковь понимала, что существуют два подхода к Писанию. Это можно проследить по всей истории церкви. В первые тысячи лет истории церкви было то, что называлось церковью в Антиохии и церковью в Александрии. Антиохийская церковь была начата апостолом Петром, а Александрийская церковь, которая в Египте была начата апостолом Марком. И это были две школы богословия, или школы герминевтики. Итак, во II веке было два стиля герминевтики. Один назывался антиохийским, то есть буквальное восприятие Библии, и александрийский, то есть духовное восприятие Библии. По сути, александрийский стиль основывался на некоторых еврейских учениях. Сам Мармонидис, который был одним из величайших исследователей еврейта, некоторые из вас знакомы с Мармонидисом. Мармонидис говорит, «Давайте не заблуждаться, думая, что слова, записанные в книге, и есть то, что Бог говорит, потому что, когда говорит Бог, Он говорит на многих уровнях, которые мы не способны прочесть, увидеть, услышать или понять. Не дурачьте себя. Вы читаете эту книгу, и вы думаете, что то, что она говорит, это все, что там говорится. Но Он говорит на многих уровнях. Когда мы склонны постоянно принимать все буквально, мы упускаем духовные истины, которые там есть. Поэтому мы должны быть способны различать духовные вещи. Я, мой подход к Писанию Александрийский, или не только Александрийский, но духовный, я пытаюсь извлечь духовные истины отсюда, но это не умаляет и не уничтожает буквальных истин. Мы должны понимать обе. Бог не может доверять тебе с Рэма, пока ты не уверен в Логосе. Он не будет говорить к тебе, пока ты не проговоришь к Нему. Он не даст тебе Слово, пока ты не самостоятельен в Его Слове. Что зачастую проблема пророков. Пророки знают, что Бог говорит. Они просто не знают, что Бог сказал. Не молчите, вы умеете на языках чесать. Я был сегодня утром в Тихой Церкви, но... Если бы я хотел Тихую Церковь, я бы привез свои ладаны свечи, давайте. Первое Коринфянам 14. Теперь мы будем смотреть на это уникально, но вам нужно слышать меня в Духе Святом. Первое Коринфянам 14 говорит... Давайте посмотрим на стих 11. Нет, давайте посмотрим на стих 10. Я только еще получаю это, поэтому вы получаете в то время, как я получаю, и мы все получим, когда я получу. Сколько, например, различных голосов в мире, и ни одного из них нет беззначения. Но если я не разумею смысла голоса, то я для говорящего варвар, и говорящий для меня варвар. Но если я не разумею смысла голоса, то я для говорящего варвар, и говорящий для меня варвар. Но если я не разумею смысла голоса, то я для говорящего варвар, и говорящий для меня варвар. И это уникальный стих, потому что мы все знаем, что он значит. Вы знаете, что он говорит о том, что если ты встаешь и начинаешь говорить языками на служении, и кто-то не понимает, что ты говоришь, а не подумает, что ты рехнулся. Фактически слово «варвар» правильнее перевести «иностранец» или «чужестранец». Поэтому если ты говоришь неизвестным языком, и кто-то не понимает тебя, ты как будто иностранец для них. Но нам нужно взглянуть на этот стих иначе, потому что мы не разумеем, что когда человек молится на языках, это не он говорит. Так кто тогда говорит? Дух Святой. Теперь давайте прочтем с этим прозрением. Но если я не разумею смысла голоса, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. Что уникально, если посмотрите на греческий, слово «смысл» здесь — это слово «дуномис», что может означать силу, давление, давайте переведем это таким образом. Но если я не разумею силу голоса, которым я говорю, то я для Духа Святого чужестранец. «И Дух Святой чужестранец для меня». Я опасаюсь, что многие из нас, кто исполнен им, по-прежнему чужестранцы для него. Ты можешь быть исполнен Духа Святого и не знать его. Потому что нам сказано, что языки — это необходимое свидетельство исполнения Духом Святым. Поэтому мы говорим языками, только чтобы доказать, что мы исполнены им. Особенно делали так, когда я вырастал в церкви, и эта мама, у которой за рта не слово, приходила выбивать его из меня. Ты еще не получил его? Это не то. Давай, расслабься. О, Господи, давай, выпусти. Это не то. Чия-чия-чия-чия-чия-чия. Чия-чия-чия-чия. И, будучи детьми, мы начинали притворяться, чтобы нас оставили в покое, потому что, когда я вырастал в церкви, пробуждением... Сейчас пробуждение — это когда из пара хороших проповедников мы приходим слушать слово. Но когда я подрастал, пробуждением считалось, когда кто-то замедлил. Один человек задержался на алтаре — это пробуждение. Мы будем приходить каждый вечер, пока они не получат это. В православной церкви не так. Мы просто даем им зажечь свечку, и пусть идут домой. Мы возлагаем руки и вкладываем Духа Святого. Но... Но это то, что мы считали пробуждением. Мы приходим каждый выходной, и... Но мы были исполнены. И по сей день мы все-таки смотрим на подтверждение Духа Святого в виде языков. И в то же время мы так и не познакомились с самой целью молитвы в Духе Святом. И вот почему... Вот теперь ответы начнут приходить. Они придут очень рано в проповеди, чтобы я просто, знаете ли, не знаю, о чем я... Но посмотрим. Я сидел в моей комнате сегодня, и я думал о некоторых вещах, и я просто думал о названии этой церкви, потому что имя определяет характер. «Онама» переводится из греческого «природа». Поэтому название церкви — это ее природа. И название этой церкви переводится как «высшие измерения» — «higher dimension». И эта церковь была призвана дать рождение конференции Азузов, и движению церквей, и общению, общению церквей. И я сидел там, и я пытался сказать, «Ну, Господь, что именно значительного Ты говоришь в этот час?» Потому что... Что такого особого или уникального в Азузе, кроме подбора спикеров для конференций? Что-то, чего Ты пытаешься достичь? Где... Что неправильно? И в этом мой вопрос. Что неправильно? Где мы промахнулись? Потому что я знаю, что эти мужи были исполнены Духом Святом не для того, чтобы начинать еще динаминации, и церкви, и обломки церквей, и различия, и доктрины. Ведь именно это и произошло с этим движением. Я спрашивал, где мы промахнулись? От того, что я православный, я не принес в жертву своего пятидесятнического происхождения. И это очень важно для меня. Поэтому я спрашивал, где мы промахнулись? И Господь начал говорить ко мне, и Он сказал, Верон, проблема в том, что я призвал необразованных мужей. И их недостаток образования являлся их силой, а не слабостью. Я сказал, я не понимаю, потому что я тот, кто верит в образование. Я образован. Я не безграмотен. Я верю в академизм. Я обучен искусству речи. И я спросил, как это может быть сильной стороной? Он сказал, потому что я пытался дать рождение чему-то, что противостояло бы тому, что уже есть на земле. И я спросил, что уже было там? Он говорит, и пожалуйста, не поймите меня неправильно, дайте мне пять минут. Я думаю, что, наверное, мы просто могли бы сегодня и с этим разобраться. Проблема была в том, что как только они исполнились Духа Святого, все другие церкви, и это будет важно для этой церкви, потому что не надо думать, что вы выкупили монополию на истину. И, к сожалению, мы способны подняться на определенные измерения истины, и после мы останавливаемся там и не движемся в другие измерения, не осознавая, что то, что мы преподавали 10 лет назад, тогда называли ересью, и теперь, когда мы выжили в этом обвинении в ересье, и еще несколько человек теперь проповедуют это и принимают это, мы чувствуем, что теперь для нас настало время двигаться, или мы можем остановиться здесь. И что случилось на Азудо-Стрит, это то, что эти люди были исполнены Духа Святого. Они начали говорить языками, начали гонять бесов, начали переживать движение Духа Святого, танцевать, и все прочие прекрасные вещи, и сила Духа Святого пришла, и моментально все остальные церкви, все церкви, которые были в Америке в то время, начали называть их культом. Были баптисты, методиты, пресвитрианцы, католики. Все они сказали, это не Бог, это бесы говорят через этих людей. Они показывают проявление бесовства. Это то, что они сказали, так они обвиняли. Это было в газетах, вот что было опубликовано в газетах. Когда газеты буквально писали статьи о том, что происходило на Азудо-Стрит, и когда они спрашивали протестантского служителя, служителя-фундаменталиста, что вы думаете об этом феномене, они говорили, это сатанинское, это не Бог, это бесовские проявления. Теперь же все эти обвинения поотмирали, потому что сто лет спустя мы по-прежнему говорим языками, и большинство их церквей говорит языками. Но сто лет назад мы были культом, лжедоктриной, еретиками, одержимыми бесами. И мы не сдались от того, что несколько богословов сказали, что это было неправильно. Мы остались верными этому, потому что наши ощущения превосходили их богословие. И наши матери, может, не знали греческий, но они знали, что они ощущали. И они остались верными этому. Но спустя некоторое время ты устаешь от того, что люди атакуют тебя. Спустя некоторое время ты устаешь от того, что люди зовут тебя еретиком, от того, что люди говорят, что ты неправ. Так что вместо того, чтобы родить учение, позволяя Духу Святому собрать этих людей вместе и породить богословие, основанное на их сверхъестественных ощущениях, они взяли фундаменталистское богословие и наложили его поверх этого. Хотя фундаменталистское богословие отвергает их переживания, их ощущения. Мы наложили его на наши ощущения, хотя бы, чтобы нас больше не называли еретиками. Может им не нравится, как мы поем, может им не нравится, как мы танцуем, может им не нравится, что мы поднимаем руки, и может они даже не согласны с тем, что мы говорим еретиками. Но если мы согласимся во всех остальных пунктах, может быть, они оставят нас в покое. Так что вместо... Потому что я действительно верю, что если бы эти мужи собрались вместе на основе их сверхъестественного полномочия Духа Святого и начали понимать силу голоса, что это не просто переживание, но что у Духа Святого была цель, и его цель была не в танцах, его цель была не в говорении языками, его цель была не в обновлении нашей мертвой засохшей религии, но его цель была в том, чтобы все проницать даже в глубины Божьих, что Бог уполномочил их прийти или породить богословие, которое не будет богословием других людей, но это будет Божьим видением Божьей цели для церкви. И я верю, что наше богословие не было бы таким, каково оно сегодня, если бы мы искренне покорились бы силе Духа Святого, вместо того, чтобы позволять другим людям накладывать на нас свое богословие, чтобы мы хоть в чем-то могли чувствовать себя хорошими. И мы подавили это. Так что есть много вещей, в которые мы верим, хотя они опровергают наше переживание. Вот почему сегодня можно попасть в 50-м честную церковь, которая говорит, что они не верят в пророческое. Они позволят тебе хотя бы говорить языками, но не говорить так, говорит Господь. Или они позволят тебе поднимать руки. Но это еще не значит, что они будут верить в чудеса. Или, как епископ Пирсон говорил сегодня утром о том, что люди получают золотые пломбы в зубы, золотая пыль и все подобные вещи, и моментально люди торопятся списать это. Это не Бог. И я люблю, когда люди говорят, что это не Бог. И я всегда хочу спросить их, что дает тебе право давать определение божественности? Ты знаешь его настолько хорошо, что можешь сказать, что не от него? Потому что у Бога есть вредная привычка появляться там, где люди говорят, он не появится. Часто они говорят, там нет Бога. Только чтобы доказать, что ты не прав, он появится там. Просто чтобы показать тебе, что не ты главный, он появится. Просто Бог не будет использовать того человека. Именно этот человек оказывается помазан. Люди, которыми мы пренебрегаем, это те, кого обычно Бог утверждает в его царстве. У Бога есть крутая привычка болтаться с теми людьми, кого отвергли другие. Ты не хочешь с ними даже садиться рядом, это хорошо. А так, пустое место для Бога, он сядет рядом с ними. Итак, мы буквально наложили... Мы наложили и... И нет ничего... Я православный. И поэтому у меня есть богословские проблемы с фундаментализмом, но я и харизма тоже. И исполнен Духа Святого, поэтому... Я уловлен среди нескольких миров. Я не знаю, я вхожу или выхожу в половине случая. Я не знаю, что я такое. Когда я делаю хорал на сирийском, я ощущаю себя православным. Когда я в церкви проповедую под действием Духа Святого, знаете, я не знаю, кто я. Я как манна. Что это? Что это? Я не знаю. Скажите мне, когда выясните. Поэтому мы наложили это богословие поверх... И теперь... Поэтому теперь... Нам всегда надо дважды подумать, чтобы не обидеть кого-то. Потому что мы застряли в богословии, которое на самом деле не наше. Оно не мистично. Я знаю, что мы боимся этого слова, но это слово, оно принадлежит ранней церкви. Пока братва из Нью-Эджа не сперла его, оно было наше. И так мы застряли теперь с богословием, которое не отражает нашего опыта. И что мы делаем? Это мы пытаемся сделать так, чтобы наши ощущения вписывались в их богословие. И как только наши ощущения прорываются на пределы этого богословия, тогда откуда ни возьмись, выскакивает некий Александр, и все остальные, пытающиеся доказать, что ты неправ, и говорят, что все это не то. И послушай, мы никуда не вписываемся. Сила Духа Святого не ограничена движением. Она... Вот почему Бог никогда не говорил... Бог никогда не говорил Моисею, построи мне дом. Он никогда не говорил Давиду, построи мне дом. Он не говорил Соломону, построи мне храм. Он сказал, сделай мне ящик и положи деревяшки через него, потому что я люблю двигаться. И каждый раз, как ты усядешься поудобнее рядом со мной, я двинусь. Всякий раз, когда ты думаешь, что ты монополитировал истину, и говоришь, вот, Бог здесь есть, Бог движется, потому что Он никогда не позволит тем, кому дал определение, определять Его. Но определения принадлежат Ему, а ощущения принадлежат нам. И ты не можешь дать определения ощущениям. Ты просто сам должен быть им. Ты просто должен ходить в этом ощущении. Ты просто должен жить им. Итак, мы не знаем значение голоса. Мы не знаем силы того, что Бог заложил в нас. Мы свели проявление Святого Духа к выдрессированным откликам. Но есть нечто большее. Он больше этого. Это интересно. Я читал Дионисия Аропагейского. Эх, если бы я привез с собой эту книгу. Дионисий Аропагейский, который являлся одним из величайших отцов церкви где-то в 297 году от Рождества Христова. И я говорил это утром, но я снова повторюсь, что мы не можем определить неопределимое. Бог вне определений. Даже сказать, что Он Божество, это унизить Его до наших стандартов. Даже назвать Его Богом недостойно того, кто Он на самом деле есть. Даже предположить, что Он не она. уже ниже Его достоинства. Но из-за того, что мы смертны. И человеки, и ограничены ограниченным словарем. Мы говорим о Нем таким языком и такими словами, которые ниже Его достоинства. И Он терпит наше ничтожное поклонение, потому что Он любит нас. Вы не слышите меня. И я знаю, что люди придут в ярость, если сказать, потому что мы, епископ Пирсон, и я беседовали о... Ну, не до того, что ученые сейчас такое вписывают в тех, да запретит Господь назвать Богу Матерью, потому что там похоже на Нью Эйдж, потому что Бог не женского пола. Однако Бог есть Алшедай, та, что со множеством грудей. Я это брошу вам просто так. Даже денег с вас не возьму, это бесплатно. Бог сказал, я хотел собрать детей с твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. Бог сказал, как орлица вызывает гнездо свое. И я понимаю, что причина, почему мы зовем Бога Отцом в иерархии семьи, основанной на семитской культуре, где высочайшей или наиболее властной личностью является Отец. Так что Отец это не описание божественного характера или личности или природы Бога. Это просто отношение в вопросах главного в доме. Так что, когда мы говорим Отец, мы говорим Ки главнейший. Но фактически, когда Иисус молился, Он не молился на греческом и не молился на иерите. Когда Он молился в молитве Отче наш, на арамейском, амбунду шмаю, абу, на арамейском, на котором говорил Иисус, который был тогда основным языком народа, абунду не означает Отец, как Авва обозначает Отец. Абу, он буквально переводится Ор Рождающий на исходном арамейском. Не спорьте со мной, я знаю свой арамейский. Я не выдумываю все это здесь сейчас. Ор Рождающий или Рождающая Я. И это хорошо, потому что, когда ты возносишь молитву, потому что тебе нужно... Когда вы молитесь, вы даете рождение чему-то. Потому что молитва это не попрошайничество. Молитва... Кто-то однажды спросил меня, епископ А, что такое ходатайство? Я сказал, ходатайство значит говорить Богу, что Бог сказал тебе сказать Ему. Это приходить не со своим списком, а с Его списком. Это получить Его список и молиться о том, о чем Он хочет, чтобы вы молились, а не о чем вам хочется молиться, потому что зачастую, о чем мы молимся, это не для нас. И втолкуйте это. И так он говорит здесь, что если я не знаю силы голоса, то я странник Духу Святому. И зачастую мы являемся странниками Духу Святому, потому что мы используем... И вы знаете, позвольте мне, если вы уделите пять минут и подумайте, древние святые пели эту песню, но если бы мы жили ее, и нас бы это освободило. Когда я думаю о благости Иисуса и всем, что Он сделал для меня, моя душа поет «Аллилуйя». Я благодарю Бога, что Он спас меня. Если бы мы реально подумали о том, что мы переживаем, зачастую... Знаете ли вы, что самое ужасное в церкви, это то, что мы воодушевляем вас быть умными во всем, что касается твоей работы. Мы хотим, чтобы ты был умным, потому что чем умнее ты на работе, тем больше денег ты делаешь, чем больше денег ты делаешь, тем больше десятин ты платишь. Не будь тупицей на своей работе. Мы воодушевляем тебя быть умным, и что касается мирских вещей. Когда вопрос касается твоих денег, мы хотим, чтобы ты был умным. Иначе... Иначе у тебя ничего не будет. И у нас ничего не будет. Мы воодушевляем тебя быть умным, когда стоит вопрос мирских вещей, но когда речь касается духа, мы говорим, «Будь тупицей, просто верь». Епископ Мэнсон, Чарльз Тимор, другие основатели, Дэд Хейвуд и Церкви Поклонения, откуда вышли разные мужи, раннее рождение пятидесятнического харизматического движения, может и были необразованы, но они не были невежами, и в этом есть разница. Образованность не всегда подразумевает ум. Я встречал некоторых образованных невеж. И я встречал необразованных мудрецов. И поэтому эти люди, они воспринимали вещи, которые принадлежат, которые Бог давал им, и вместо этого мы просто насаждаем теперь невежество, лишь верой, не думая о Боге. Послушай, если Бог, Дух Святой, являющийся третьей персоной в Троице Божьей, если это Божественная Персона, кто есть сам Бог? Дух Святой и есть сам Бог. Фактически, в Константинопольском приложении к никейскому вероопределению говорится, «Мы верим в Духа Святого, Господа, Даятеля жизни, который исходит от Отца, и которому вместе с Отцом и Сыном мы поклоняемся и Его прославляем». Так что ты не можешь поклоняться Духу Святому и не поклоняться Отцу и Сыну, а не одно и то же, а не без развлечения. Настолько же, что Центриал сказал, «Невозможно отличить, где заканчивается одна личность, и начинается другая». Если бы мы верили в сверхъестественное богословие, они не были бы фундаменталистами, у нас не было бы проблем между Церковью Единственников и Церковью Три Единственников, потому что на самом деле мы говорим одно и то же, но мы пытаемся говорить это фундаменталистически, мы не пытаемся применить Таинство, потому что мы не хотим быть мистичными, потому что если мы мистичные, то мы странные, а мы уже устали от того, что нас зовут странными. Мы не хотим, чтобы нас связывали с чем-то таким, но идти на то, «Можешь ли ты дать определение Троице?» Он один, или он три, или три, или один, или два, иногда кажется, что два, один, три, один Иисус, Отец, Дух, понимаешь? Нет определения. И когда ты понимаешь это как таинство, это мистика, это за пределами нашего осмысления, это неопределяемо, невозможно. Тогда у нас не было бы всех этих проблем, и те же самые некие Александры нашли в себе нормальную работу, они боролись без христианства. И если кто из вас, знаете, был в ресторане быстрого питания, вы поразмышляйте. Потому что это мистерия. Некоторые вещи за пределами нашего восприятия, на некоторые вещи мы просто говорим, мы не знаем. И мы не любим говорить, что мы не знаем. Нам не нравится признавать, что есть некоторые вещи, которые ты просто не вычислишь. И фактически это хорошо, потому что Библия говорит, что ты не можешь обрести свою душу, пока не потеряешь ее. Вот стих, который с ума может свести, не так ли? Что будем с этим делать, епископ Аш? Не можешь обрести души, пока не потеряешь. Ты не можешь обрести души, пока не потеряешь ее. Пойми, истера в том, что ты не можешь веровать в Бога, пока не посмотришь Ему в лицо и не скажешь, «Я не верю в тебя». Ты не можешь по-настоящему верить в Бога, пока не придет время кризиса, и ты не начнешь сомневаться в нем, задаваться вопросами. Конечно, я знаю, что некоторые из вас хотели бы верить, что вы Богу двоюродная родня, и молитвенный круг не скрипит, и огонь всегда горит. И я никогда, я никогда, никогда я не сомневался в Боге. Никогда. Никогда. Твои сомнения не пугают его. Они пугают нас. Они не пугают его. Он не разозлится, если ты посмотришь на него и скажешь, я не верю в тебя. Он не страдает от низкой самооценки и не пьет валерьянку. Он не будет после сидеть и думать, о, Боже мой, меня отвергли, теперь мне нужно внутреннее искление, потому что они не верят в меня. И если они не верят в меня, то, может, меня и нет, и если меня, может, и нет, то, что же я тогда буду делать, о, горе мне. Он не страдает от низкой самооценки. Он знает, кто он такой. Он есть абсолютные знания и власть. Так что, если ты скажешь, я не верю, это не меняет его. Это его не злит. Это его не печалит. Потому что он знает, что рано или поздно ты поверишь. Он никуда не торопится. Он во всех временах одновременно. Он позволяет тебе пройти через твой процесс. Потому что зачастую вера, которая есть у нас, это не наша вера, но она была передана нам кем-то еще. Услышь меня. Таким образом, моя вера на самом деле не моя, но моя вера основана на вере проповедника, который проповедовал послание, которое привело меня к покаянию, или моя вера не моя вера, а вера моих родителей, которая была передана мне, и совпадает с моими ощущениями, и хотя она чиста и истинна, по-прежнему это то, что я получил от культуры, или получил по наследству, или получил от семьи. Моя вера не моя вера, это то, что я получил от кассеты, или книги, или от кого-то еще. И Бог говорит, это не твоя вера. Пойми, мне нужна твоя вера, не то, что люди говорят обо мне. Мне нужно знать, что говоришь ты о том, кто я. Поэтому мне нужно снять с тебя все то, что ты узнал обо мне от них. Чтобы ты и я, мы могли войти в комнату вместе и отсортировать все, не отстоять это, пока ты не узнаешь, что я это я и никто иной. Молитвы твоей мамы не помогут тебе. Молитвы твоего папы не помогут тебе. Молитвы твоего пастора не помогут мне. Это я и ты, дружище, и никто иной. Пока мы не выйдем из этой комнаты, пока выходя отсюда, ты не скажешь, я верю. Ты теряешь это, и некоторые из вас чувствовали, что вы как бы в отступничестве. Ты не в отступничестве. Бог сражается с тобой, пока ты не познаешь Его на Его условиях и не на чьих еще. Ты учишься смыслу голоса. Теперь вернемся к тому, о чем я говорил. Я тут катаю вас по достопримечательностям, простите меня. Там стояло дерево, которого мы не видели раньше. Мне надо было остановиться и проповедовать о нем. Я говорил вам ранее, пророки проповедуют, как женщины машину водят. Сестры, сестры, не надо смотреть на меня, как будто бы я вру. Посмотри. Мужики за рулем, они говорят, хоть ногу на ногу закидывай, мы не останавливаемся, никаких туалетов, водки и стаканчик, мы не остановимся. Женщины за рулем. Ой, смотри, там распродажа, слава богу. Вот это я рисовать сейчас буду. Не смотри на меня, как на сумасшедшего, истина сделает вас свободными, давай. Вернемся к тому, что я говорил. Если бы мы думали о том, что имеем, прежде всего, послушайте, у нас есть личный Духа Святого. Кто есть Бог? Полнота Божья. Что противоречит ранее арийской ереси, которая не верила, что Дух Святой есть Бог. Живущий в нас. По какой-то причине Бог хочет быть в нас. Бог. Да, мы говорим аминь на это, но мы не знаем этого. Это Бог, кто недалек от нас, но Он в нас. Не там, но здесь. Мы молимся не туда, мы молимся сюда. Пойми, мы делаем ту же ошибку, которую сделали Мария и Иосиф. Вы видели, где мы потеряли Иисуса? Вы видели Его? Где Он? Они идут и ищут по всему Иерусалиму, не могут найти Его. Куда они пошли? Они идут в храм. Он там, проповедует. И они заходят и говорят, где ты был? Он говорит, извините, что? Я где был? Почему вы искали Меня? Уж вы-то должны были знать, что я буду в храме, в пределе Отца Моего. Почему вы искали там, когда вы должны были искать в храме? Почему вы искали там, когда вы должны были искать здесь? Почему вы искали там? Он не там, Он здесь. Мы ищем Его, зовем Бога. Он в нас. Чтобы Он никогда не покинул нас и не оставил нас. И тогда Мария вообще вляпалась, потому что она сказала, «Я и твой отец!» Неправильный ответ. Делай звонок другу, ты не догоняешь. Потому что Иосиф не был его отцом. И часто мы хотим приписать божественное плоти. Мы хотим приписать кому-то достижение того, что сделал Бог. Вы слушаете меня Духом Святым? Мы выясним силу голоса, смысл голоса. Так что в нас есть сила Божья, голос, буквально, голос Божий. Тот же самый голос, который сказал «Да будет!» Это тот же самый голос, который когда ты начинаешь весь приходить в восторг и говорить. Это тот же самый голос. Может, не тот же язык, но тот же самый голос. Он не сказал, если ты не знаешь значение языка. Он сказал, если ты не понимаешь силы голоса. Значение голоса. власти, которая стоит за тем, что Бог дал тебе. И зачастую мы не понимаем, что мы имеем. Вот почему мы живем пораженной жизнью. Мы живем здесь, а не здесь. Мы позволяем внешним ситуациям мешать нашим внутренним откровениям. Мы не живем в храме, мы снаружи ищем его. Вы нашли его? Я потерял его. А он сказал, я никогда не оставлю вас и никогда не покину вас. И так он здесь. И когда он здесь, есть причина, почему он здесь. Послушайте, что говорится в стихе 13. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкование. Стих 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то дух мой молится, а ум мой остается без плода. Мой дух молится. Это не я молюсь, это мой дух молится. Мой разум бесплоден. Поймите, часть проблемы мы думаем, почему мое понимание бесплодное? Потому что нам не надо знать, о чем молится Бог. Потому что если бы мы знали, о чем Бог молится, мы бы сопротивлялись этому. Я сам себе пожертвование сделаю. Я принес себе немного денег, если до вас это не доходит. Я проповедовал сегодня, так что и себе тоже приношение принес. Потому что если бы мы понимали, о чем дух молится, мы бы сопротивлялись этому. Дух молится таинствами. Дабы мы не противостояли Божьей цели. Потому что зачастую то, чего хочет для нас Бог, это не то, чего хотим мы. И поэтому, несмотря на то, что я высоко ценю подход современного христианства к некоторым аспектам, что очень необходимо, нам надо по-прежнему понять Божий суверенитет посреди нашей веры. Вера — это не то, это не столько, что Бог делает, сколько кто Бог есть. И что Богу не надо ничего делать, чтобы доказать, кто Он такой. Он целитель, независимо от того, исцелены мы или нет. Он благословитель, независимо от того, благословлены мы или нет. И что уникально, это вместо того, чтобы называть и провозглашать, балаболить и хватать, отступать и предъявлять за это, вместо того, чтобы делать это, на самом деле, чтобы получать, вам нужно понять поклонение, оно является предпосылкой для чудес, Потому что слово «благословить» — барак, благословлять Господа, благословить душа Моя Господа, что переводится «кланяться». Но корневое слово для «барак», что означает «благословить», это слово «барак», которое обозначает «творить». Так что на самом деле ты не исцеляешься, пройдя Бога, исцелит тебя. Как я исцеляюсь? Если греческое слово «благословить», корневое в греческой Септуагенте читается «югелео», которое переводится «хорошее слово». «Ю» значит «хорошо», «логос» значит «слово», тогда «юлигеос» или «юложи». Это значит говорить хорошие слова о ком-то, Юли Геус, или благословить, значит говорить хорошие слова о нём. Так что благословлять, значит, мне есть что сказать хорошего о нём. Так что если корневого слова, благословлять переводится творить. Если я благословляю, я творю. Вы слушаете меня? Скажи это иначе, Ефископ Аш. Позвольте мне озвучить это так. Если я говорю, что он целитель, неминуемо я буду исцелён. Если я говорю, что он благословитель, знаешь, что произойдёт? Я буду благословлён. Если я говорю, что он освободитель, я буду освобожден. Если я говорю, что он путеводитель, он укажет путь. Поэтому вместо того, чтобы постоянно пытаться заставить это случиться, говоря, я хочу исцеления, хочу исцеления, хочу исцеления, мне надо говорить, ты целитель, ты целитель, ты целитель. Ты благословитель, ты благословитель, ты благословитель. Ты путеводитель. Что-то происходит. Вот почему в книге Бытие Дух Святой двигался, когда Бог говорил. Дух Святой не двигался, пока Бог не проговорил. И Бог сказал, да будет свет. И стал свет. Почему появился свет? Потому что Дух Святой начал двигаться над водами. Мы знаем, что свет — это эскалация звука. Свет и звук — это одно и то же. Свет — это звук, который движется так быстро, что становится светом. Когда Бог сказал, да будет свет, Он не говорил о рассеянии тьмы. Он рассказывал о своей природе, что его натура — это звук. В движении. Поэтому, когда мы исполнены силой Духа Святого, Бог дает нам звук. Тот же самый звук, что признает Вселенная. Я скажу что-то сейчас, от чего у меня будут проблемы, но это поможет некоторым из вас понять это, а остальные, ну, просто... Пишите епископу письма и говорите, не приглашай сюда больше этого человека. Говорил я тебе про этих православных. Вечелые халаты, кресты, и Святая Троица, и так далее. Есть стих в Библии, который доставляет мне проблемы каждый раз, как я читаю его. Но это освободит тебя, если ты поймешь его. Бог говорит, я возвеличил Слово Своё превыше имени моего. Это смущает меня. Потому что мы иногда так заняты беспокойством о его имени, что Бог говорит, вы так и не увидели моего Слова. Бог заботится о Своём собственном имени. Бог говорит, ты не беспокойся, ты не запятнаешь моё имя. Некольких вас вляпавшихся, вы не испортите мне репутации. Вам это просто не дано. Но моё Слово, вот что я почитаю. И позвольте мне освободить вас более этого. Вы и к этому не готовы, ну да ладно. Это не его Слово. Еретик. Так мы и знали. Это Слова. Это Слова, Его Слово. Но это не может быть полной суммацией Логоса. Не рассказывайте мне, что миры были сотворены в стул, на котором ты сидишь, это Слово. Человек, рядом с кем ты сидишь, это Слово. Фактически, когда Библия говорит, вы были избраны в Нём, до сотворения мира, греческое Слово там, посреди Слов. Мы просто Слова от Слова с большой буквы. Мы Логос от Логое. От Логос, от Логос, которое Его Слово. Всё было сотворено Его Словом. Всё. Миры были сотворены Его Словом. И, по сути, спасибо Богу за современную науку. Некоторые из вас боятся её, но я ценю её. Если бы вы прошли пару классов квантовой физики, вы бы понимали, что каждая частица во всём, что существует, всё состоит из атомов, а атом — это две вещи. Это энергия и информация. Вот что такое атом — энергия и информация. И поэтому мы можем расщепить атомные электроны, протоны, нейтроны, и мы можем пройти до предела этого к субатомным частицам, квантам, мы называем там ещё кварки, квазары, и прочие мелкие странные вещи. Я не учёный. Я просто проповедник. Но они расщепляют там всё это, даже до субатомных частиц, и они говорят, тогда они находят там что-то, но есть что-то там, чего мы не можем уловить, и мы называем это Божьей частицей. Они говорят. И Бога частицы именно держат всё это вместе. Пойми, правда в том, что один атом не отличается от другого, они одинаковы. Единственное, что отличает их, — это информация. По сути, это энергия. Когда ты сел в этот стул, то и должен был провалиться прямо сквозь него, потому что этот стул не может выдержать тебя, а потому что тот стул — это энергия. Энергия не может выдержать тебя. Но что-то заставляет этот стул думать, что он стул. В каждом атоме есть информация, и я знаю, откуда она появилась. Они ещё только ищут ответ, но я знаю уже, откуда эта информация. Вначале сказал Бог. И это сказал Бог, отмечено и отпечатано на всём, чтобы всё знало, что оно есть. И Бог говорит, я почитаю моё слово выше моего имени, так, чтобы даже те, кто не знают моего имени, всё равно столкнулись с моим словом. Как я говорил, и так мы в общении, мы в контакте всегда, мы знаем, что Бог делает, что Бог говорит. Бог не обеспокоен за нас. Мы беспокоимся за Него. И что происходит с нами, так это вместо того, чтобы мы становились как Он, в чём и есть суть Божьего призвания, святой Афанатий сказал, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать как Бог. И поэтому цель... Вся цель воплощения была не в воскрешении. Нет? Нет, потому что вопрос спасения был решён ещё от начала. Пойми, Адам был спасён ещё до того, как вкусил. Голгофа не была запасным вариантом. Ты думаешь, что Бог создал Адама, и после Адам вляпался, и после Бог думает, «Я могу исправить это через Голгофу». У Бога сначала была Голгофа. Адам был лишь способом её реализации. Потому что Бог хотел быть как мы, чтобы мы могли стать как Он. Он пришёл не для того, чтобы спасти нас от греха, об этом позаботились ещё до сотворения мира. Он пришёл, чтобы Он мог стать такими, как мы, чтобы Он мог сделать нас такими, как Он. Он должен был познать нас, чтобы мы могли познать Его. Ты не можешь знать того, кто не знает тебя. Поэтому Он должен был познать нас, чтобы мы могли познать Его. Он должен был стать как мы, чтобы мы могли стать как Он. Потому что ты можешь знать и вдруг познать. Ты можешь что-то знать здесь. Но если ты не знаешь этого здесь, это ничего не значит. И Бог знал это здесь, поэтому Ему надо было стать как мы. Он знал, что такое боль, но Ему не доводилось ощущать боль, потому что он был чистое божество, и его божественность отвергала его власть, ощущать боль. Поэтому Бог стал как мы, чтобы он мог почувствовать, что такое боль. Бог стал как мы, чтобы прочувствовать объятия матери, слезы на глазах, чтобы он мог знать, что такое предательство друга. Чтобы когда ты проходишь через свою гиену, через свой шоул, через твой хейдис, у тебя был бы первосвященник, которого затрагивают твои трудности. Он знает. Он знает. Первое Коринфянам 3. Я заканчиваю свое вступление. Я заканчиваю. Я не хочу быть здесь слишком долго. Моя мама учила меня хорошим манерам. Она говорила, не злоупотребляй своим приглашением. Послушай, что здесь говорится. Первое Коринфянам 3. Это классно. Я, может, буду проповедовать по всей этой книге. Да, но нет. Не сегодня. Давайте посмотрим. Извиняюсь, вторая глава. Первое Коринфянам 2. Вот оно. Вот здесь хорошо сказано. Стих 7. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из влоте века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Видите? Если бы они действительно понимали, зачем Он пришел, они не стали бы убивать Его. И дело было не только в пролитии Его крови. Что-то еще... Что-то еще происходило. Потому что до той поры, пока Он был в одном теле, Он не мог быть с нами. Пришел час прославиться Сыну Человеческому, и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Когда они убьют Меня, они высвободят то, что было в одном теле. Во многие тела. До той поры, пока Я жив, Я ограничен временем, местом и транспортом. Я могу быть только в одном месте, в одно время, в одном теле. Но когда они убьют Меня, Я свободен от этого, чтобы быть вот в этом, они убили одного сына, и в пятидесятницу у Меня было 120 сыновей. Они не умирают, они умножаются. Царствие Божье расширяется. И как здесь говорится, что если бы они знали... И вот что впечатляет Меня, потому что мы не... Библия говорит, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, мы думаем, что радостью было воскрешение. Радость была не воскрешение, воскрешение происходило и ранее. Он воскрешал людей. Он воскрешал людей. Или Я, пророк, воскрешал людей. Елисей воскрешал людей. Воскрешения были нормальным явлением, люди воскресали все время. Лазарь пережил его смерть. Он был в огробе три дня, Лазарь был мертвым четыре дня. Если нас интересуют рекорды. Предстоящая Ему радость была не в воскрешении. Предстоящей Ему радостью была церковь. Это были мы. Пойми, мы — вот чего он хотел всё это время. Не Адам был тем, чего он хотел. Он не хотел одного человека в саду. Он хотел много человек. Много проявлений себя, чтобы он мог посмотреть вниз и сказать, «Это я!» Который из них? Все! Все они — это я. Да, но он тут вон по уши вляпался. Это тоже я. Потому что если я не могу отмыть всё это, не такой уж я и Бог. Пойми, Бог желает, чтобы никто не погиб. Кто из вас понимает, что Бог получает то, чего желает? Может, ты не получишь того, чего желаешь, но Бог получает всё, чего желает. У нас, видите ли, есть эта концепция, что есть воля вне Божьей воли. Нет воли вне Божьей воли. Есть только Божья воля. Никто из нас недостаточно велик, чтобы иметь свою собственную волю. Пойми, я знаю, что некоторые из нас, вы думаете, что вы можете сопротивляться Богу, и некоторым из вас нужно пройти через университет Кита, как Иона прошёл. Потому что если у тебя есть воля, как получилось, что Иона её не оказалась? Всё, что досталось Ионе, и был Кит, ему не была дана воля, он получил освободить и Вилли. Каждый раз, когда... Я слышу, как люди в каюты говорят, «Господь призвал меня, но я убежал». Я говорю, «Погоди, тебе удалось бежать? Нам можно убегать?» Как получилось, что это не входило в мой контракт? Господь проговорил ко мне, но я не сделал того, что Он мне сказал. «Ты мне говоришь, что можно не делать, что Он сказал?» Я, видно, не читал примечаний к контракту. Ионе не досталось, Он не имел своей воли. Бог сказал, что Он имел, так это варианты. Неволю. Ты можешь сделать это по-моему, или ты хочешь по-своему. Но так или иначе это будет сделано. Хочешь сделать легче? Можешь пойти моим путем. Ты будешь проповедовать в Неневе? Лучше было лодкой. Тебе следовало бы петь эту петлю, которую поют в «Хайер Дименшинс», где говорится «Да, Господь, да!» О, нет, ты хочешь быть пророком и бежать. Ты просто поначитался... Ты просто поначитался разных реформаторов, подумал, что у тебя есть свобода воли, что ты можешь сопротивляться Богу. Бог говорит, «Вы меня, конечно, извините. Можно мне испортить вам один стишок?» Я, наверное, все-таки попорчу вам его, потому что это освободитво. Мама, не трогай меня. Вы посмотрите на нее. Никакой не православный. Во всем благодарите, ибо такова воля Божьего Христа Иисусе. И вот мы думаем так, мы думаем, «Ух ты, колесо спустило. Мне нужно вызывать благодарение». Да, я знаю, я слышал, брат Копланд встал и сказал, что «не за все». Мы благодарим не за все, мы благодарим во всем, и это правильно, но мы по-прежнему не догоняем. Позвольте мне дать вам версию епископа Аша. Во всем благодарите, и вот такова воля Божья. Воля Божья не в том, чтобы вы благодарили. Воля Божья в этом все. Вот почему вы можете благодарить. Я, наверное, вот сюда себе еще пожертвую. До вас дошло? Во всем благодарите, потому что... Потому что это воля Божья во Христе Иисусе. Какова воля Божья? Все, что происходит. Вот почему вы можете благодарить. Но ты не знаешь, через что я прохожу. Не важно, такова воля Божья. Вы можете себе представить, если бы у вас был выбор, за что благодарить, прежде чем вы сможете определить, Божья ли это воля? Прежде чем ты скажешь, «Спасибо, тебе нужно определить, Бог это или нет». Истина в том, что ты не способен определить. Я о том, что иногда мы не знаем, то ли это Божье наказание, то ли дьявол атакует нас. Иногда невозможно определить разницу между бесовской атакой и божественным взысканием. Вы можете себе представить Иосифа, который говорит, «Погодите минутку, этот ров это Бог, или этот ров это дьявол? Мне связывать дьявол или благодарить Бога?» Благодарить Бога, а потому что этот ров был тропой ко дворцу. Бог предназначил ров во всем, во всем благодарите, потому что это все и есть Бог. Все, через что ты проходишь. Вот почему Давид сказал, «Благо мне». Нет, благо было мне. Благо мне, что я пострадал. Не будет благо мне прямо сейчас, потому что сейчас, утверждается, на моем было, и не может быть сейчас, пока не было было. Я могу благодарить Бога за то, что было, из-за того, что есть. Я не мог благодарить Бога тогда, но, оглядываясь, удивляется душа моя. Как я выкарабкался. Кто из вас слышит меня, Духом Святым? И зачатую это в испытаниях, и ты пытаешься разобраться, связывать мне или благодарить? Благодарить. Ты никогда не промахнешься, когда благодаришь. Ты никогда не ошибешься, когда благодаришь. Иногда, если ты попытаешься связывать дьявола, может, это и не дьявол, но даже если это и дьявол, дьявол ничего не делает, если Бог ему не говорил делать это. Вот почему тебе нужно знать силу, которая в голосе. Погоди минуту, погоди минуту. Чадьте, вы что? Я же священник. Нельзя при мне так. Чадьте. Дайте еще пять минут. Десять минут. Десять минут. Я знаю, как слушаться епископа. Позвольте... Извините, что противоречу Джорджу Лукасу. Потому что что-то подходит для хорошего фильма, но хромает в богословии. Церковь — это тебе не звездные войны. Что-то подходит для хорошей музыки, но хромает в богословии. И есть сегодня целое движение, и я не против него, но я думаю, что нам нужен здесь некий баланс. Когда мы пытаемся определять или различать власти, начальства и мироправителей тьмы, и сейчас есть целое движение духовной брани, и сейчас мы назначаем и солдат, и генералов, и имена, и все такое, знаете ли. И я ценю это, потому что нам надлежит быть вовлеченными в некоторые сферы духовной брани, но мы не совсем понимаем, что это такое. Потому что правда в том, что прежде всего, позвольте мне сказать вам следующее, дьявол не воюет против Бога. Войны нет. Потому что первый закон войны или битвы в том, что война возможна лишь тогда, когда противостоящая сторона равна или сильнее чем. Итак, мы верим, что дьявол, он в аду, и он рассылает своих генералов. О, смотри, они опять пошли в церковь молиться, иди займись ими. А ты возьми лейтенантов, и идите вон туда. А ты возьми бецов вон туда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не так все устроено, ребята. Вам нужно почитать ваши Библии. И пришли сильные Божьи представить перед Господом. Между ними пришел и Сатана. И Бог говорит, что ты делаешь здесь? Он говорит, я делаю то, что всегда делал. Хожу вдоль и поперег. Что он делает? Рыскает, ища чего? Кого может, а не кого хочет поглотить. Кого ему дали разрешение поглотить. Вы не слышите меня. Так что, кого он атакует, сначала он получил разрешение атаковать их. Так что, даже если ты скажешь «Спасибо, Господь», ты по-прежнему правильно поступаешь, потому что, в конце концов, он делает это. Потому что он получил разрешение от Бога. Потому что у Бога была вера, что ты не упадешь. По сути дела, он ждет от тебя того отклика, который он же тебе и дал. Просто благодарите. Вот почему Иов понимал, Господь дал. И может, мы пытаемся оспаривать богословский контекст того, что Господь взял, но в конце концов, Господь все-таки берет. Вы знаете, даже сегодня в суде в Америке есть какой-то здравый смысл. Если твой ребенок вляпался, они теперь тебя сажают. Твой ребенок разбил окно, ты платишь за это. Откликнешь кто-нибудь. Поэтому, если дьявол делает что-то, в конце концов, все-таки Бог ответственный за это. Может, не напрямую, но в конце концов. Так что ты никогда не промахнешься, воздавая благодарение, потому что это то, чего он ожидает, твоей совершенной хвалы, которая есть совершенная покорность Богу во всех ситуациях. Это одна из вещей, чего мы не хотим делать. Мы не хотим воздавать благодарение. Но, короче, я где-то был тут в книге. Где я был? Да, я могу проповедовать это. Обязательно найду отчет проповедований здесь. Давайте, поехали. Шучу. Итак, они не поняли этого. Потому что какова была мысль? Стих 9. Мне это нравится, потому что мы цитируем это, но не понимаем. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Видишь? Всегда будет что-то, чего ты не знаешь. Потому что некоторые вещи — это следующий стих. А нам Бог открыл это духом своим. Ибо дух кое-что исследует. Написано, исследует все. Снаружи этого все уже ничего нет, ребята. Если он исследует все, это то, что он делает, он исследует все. И даже в глубины Божьи. Знаешь ли ты о том, что твой дух, когда он дал тебе дух, он дал тебе это не для того, чтобы кричать. Это так, побочный продукт, гарнир, хлопцы. Это кукурузные лепешки на воде с листовой капустой. Это тебе не сервелат под вином, это лишь гарнир. Это лишь приправа для подливы, это не... Уже после того, как ты брызнул туда уже яблочного сидра там... Это не само блюдо. Так что, когда дух исследует, причина, зачем он дал нам дух, в том, чтобы мы могли воспринять все о Боге, и вместо этого мы спорим о нем, вместо восприятия его, вместо того, вместо этого мы сковали его, вместо того, чтобы воспринимать его, и в этом наше отчаяние. Когда мы говорим, мы знаем, что есть иной уровень, то есть мы были ограничены богословием, которое ограничено другими людьми. И вот почему я верю, что даже конференция Зудов-Трит не просто для того, чтобы собирать великих проповедников, но она для того, чтобы собирать людей, которые слышат, что Бог говорит, не ограничиваясь программами, которые говорят, вот о чем ты будешь проповедовать, и вот что тебе надо сказать. Это люди, которые собираются вместе, чтобы различать, Бог, какие у тебя были намерения о духе? Ты намеревался им обновить наши мертвые засохшие динаминации? Или ты намеревался, чтобы мы восприняли и поняли глубины Божьи? Богу не нравятся поверхностные люди. Кто-то мне сказал однажды, ты слишком глубок. Один пастор сказал мне, он сказал, епископ Аш, мы хотим, чтобы ты приехал, проповедовал в нашей церкви. Я сказал, это сказочно. Он продолжил лет через 80, когда мы будем готовы слушать тебя. Я сказал, а можно гонорар получить авансом? Епископ должен делать то, что он надлежит епископу, так что... Потому что мы боимся уйти глубоко. Мы боимся того, что дух говорит. Потому что если это еще не слышали, если никто другой не провозгласил этого, может, это неправда. И мы боимся вставать в одиночку. Но иногда ты просто должен стать один. Не вечно же стоять будешь. Но некоторое время. И провозглашать, пока кто-то еще, имеющий уши, не услышит. Мы не спорим об истине, мы провозглашаем истину. И мы провозглашаем ее снова. И когда преподаются лжеучения, одной проповедью от лжи не избавишься, одной конференции... Тебе нужно провозглашать это снова и снова, пока они не воспримут, что делает Бог. Есть поколение, которое знает, что в Боге есть большее. И вот почему они недовольны церковью. Потому что все, что церковь дала им, это Святой Дух. А теперь они у буддистов. Или с индусами. У индейцев. Или в Нью-Эйдже рассматривают хрусталь. И тому подобное. Я говорю, ты кто теперь? Мы верим в исцеление от Бога. Я тоже верю. Я использую хрустальные шары. Но есть у меня один хрустальный в талии от Сваровски. 24 карата. Почему они покидают церковь? Потому что... Позвольте мне... Позвольте... Дайте мне поделиться с вами. Если я встречаюсь с пастором Даррелом... Привет, как у тебя дела? Погоди. Он лезет в карман, достает свой кошелек. Вот здесь мне годик. И я вижу чудное милое дитя. А вот тут мне уже два. Ты знаешь, я бы пришел сюда и сказал, послушай, епископ Пирсон, я знаю, что я пророк, но некоторые вещи заметны и без пророчий. Когда я спросил брата Даррелла, как у него дела, он мне показал фото того, как рождался. А ему уже 45. И вся его жизнь, подытожена фактом его рождения, так же и у нас. Часто в итоге наше свидетельство, я спасен. Это то, что Бог делал. Мы так и не перешли на высшие уровни славы. Итак, я заканчиваю, я заканчиваю. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Итак, кто знает Бога? Только Дух Божий. Цель, для чего тебе дан Дух, в том, чтобы познать Бога, цель Духа, явить полноту Божью, в том, чтобы явить то, что не может быть явлено, явить то, чего твой человеческий разум не может объять. Чтобы пережить то, что Бог уже... Это для того, чтобы Бог мог ощутить себя Богом через тебя. До вас дошло? Бог живет свою жизнь через тебя, и в ответ Он получает твой уникальный вклад в то, кто Он есть. Это твое восприятие Его божественности, это твое восприятие Его чуда. Ты поклоняешься не так, как другие поклоняются. Это несколько иначе. Чтобы Бог мог быть все во всем. Если Он Бог только в некоторых, Он не может быть Богом надо всем. Единственное, как Он может быть Богом надо всем, это когда Он Бог во всем. Ты понял это? И так Он изливает себя на нас силою Духа Святого. И вот они, мы, только попробовали говорить языком, и нас понесло. И мы думаем, что это подытоживает все. Ты знаешь, я получил, я получил. Приходи к Духу Святому. И это итоговый результат нашего переживания. И Бог говорит, неужели это и все, что я есть? Я живу в тебе. И самое лучшее, на что тебя хватает, это на заевшую пластинку, потому что дальше тебе нельзя двигаться. Максимум, на что ты способен, со словом, которое сказало, да будет свет, это превратить его в пританцовывание. Максимум, на что тебя хватает, с моей силой, которая внутри твоего внутреннего, святого, святых святилища, твоей освященной души, ясно зашел с небес и вошел внутрь тебя и дал тебе голос. Которому школа не учила тебя. Язык, который ты не можешь распознать. И всякий раз, когда ты говоришь языками, вот почему, позвольте сказать вам, мне нужно исправить лжеучение. Ходотайство. Кто-то говорит, я проснулся посреди ночи, слава Богу. И я просто начал говорить языками, не знал, о чем я говорил языками, я говорил языками и думал, что я молился о тебе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Говорящий языками назидает себя. Ты ни за кого не ходотайствовал, ты ходотайствовал за себя. Основная работа Духа Святого, она за тебя, не за кого больше, это за тебя. Когда ты стоишь, говоря языками, ты не молишься за них, Дух Святой молится за тебя. Он будет тебя, чтобы освободить тебя, твоего худшего врага, тебя самого. Я проснулся и начал молиться в Духе Святом. Этот Дух Святой начал проникать. Он говорил тебе, что есть что-то в Боге, что тебе нужно узнать. Есть что-то в Нем, чего ты еще не ощутил. Есть более высокие высоты, есть более глубокие глубины, есть высшие измерения, есть слава. И я приведу тебя к ней. Вот почему Библия говорит, вы запечатлены им до дня искупления вашего. Дух Святой дан тебе не навеки, он дан тебе только пока ты не получишь его его. И вся причина, почему он дает тебе Духа Святого и запечатлевает его, он запечатывает его там не ради тебя, он запечатывает его ради себя, потому что он не может вернуться без печати. Вы слушаете меня? Он не может получить Духа Святого, который есть часть его, без тебя. Он запер его там и сказал, теперь, если я захочу вернуть тебе Духа, чтобы мне быть полнотой Божества, мне придется и тебя тащить за собой, с твоим коврдаком, с твоими ошибками, с твоими слабостями, с твоими срывами. Я запечатал его внутри тебя. Я запечатал его внутри тебя. Он тащит тебя. Так что делает Дух Святой? Он волочит тебя к Нему, потому что ты запечатлен до дня. Искупление. Окей, дайте мне закончить, я буду сворачиваться. Это мое заключение. Это... Обычно у меня порядка пяти заключений. Мне требуется время, чтобы закончить, но когда я закончу, я действительно закончил. Итак, что делает Дух Святой? Могу я показать вам, что Дух Святой делает? Очень быстро, пойми. Епископ дал мне десять минут, а день Господа как тысячу лет. Римлянам восемь, Римлянам восемь, я закончил. Я все. Я... Мы уезжаем. Через пару секунд. Кто из вас получает какие-то ответы? Ты говоришь, а ты знаешь, я знаю, что есть что-то большее, но теперь я понимаю это. Я хочу узнать силу голоса. Итак, что... Римлянам восемь, послушайте, что здесь говорится. Давайте спустимся туда, где начинается вкусное. Все здесь вкусно, но... Мы начнем со стиха 24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не едь надежды. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так, смотри, мы не знаем, о чем мы надеемся. Видишь, надо читать текст в контексте. Нам нравится выдергивать одинских из контекста и применять его ко множеству вещей, которые не имеют отношения к нему. Здесь он относится ко всему тексту. Итак, чего же мы тогда надеемся? Мы не надеемся о машине. Знаешь, я надеюсь, я терплю, верю, ожидаю того, на что надеюсь. Я надеюсь об исцелении, я надеюсь об освобождении. Я надеюсь о благословении. Я надеюсь за свою семью. Ты надеешься о тщетном. Ты надеешься о тщеславных вещах. О том, что интересно тебе, о том, что относится к тебе, но не к нему. Пойми, когда ты позаботишься о его вещах, он позаботится о твоих. Послушай, о чем тебе надлежит здесь надеться, здесь говорится. Тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в небощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Ты знаешь, все пытаются научить нас, как молиться, а проблема не в том, как. Проблема в том, что, о чем. Мы проводим классы о том, как молиться. Тебе не надо учить, как молиться. Проблема в том, что ты не знаешь, о чем молиться. Поэтому он дает нам тухо, потому что о чем молиться в его ведении. Иначе мы все только испортим. Если ты молился бы на русском, ты бы был ограничен своим словарным запасом. Когда ты молишься земным языком, ты ограничен тем, на что у тебя есть восприятие. Тем, что ты знаешь о ситуации. Тем, что ты думаешь об этой ситуации. Ты бы молился, Господь, выведи их из тюрьмы, вытащи их из тюрьмы. Ты не знаешь, что они наслужили бы там. Их освобождение в тюрьме. Самое лучшее, что с ними могло случиться, это то, что они попали в тюрьму. Они освободятся в тюрьме. Вот он ты, выведи их, Бог. О, Боже, ты обещал, что все мои дети будут спасены. Не оставь их там, о, Бог. Когда ты молишься в Духе Святом, Дух Святой говорит, оставь их прямо там, о, Бог. Пусть все будет еще хуже. Пусть весь ад обрушится на них. Пусть браток с соседней камерой подкрутить на него неправильно. Вот он ты, цепляешься за свою грошовую работку. Они тебя по всему аду таскают, а ты на русском молишься. Говоришь, отче, не дай мне потерять эту работу. Бог, ты знаешь, что мне нужна эта работа. Бог, эта работа оплачивает мои счета. Дух Святой молится. Господь, уволь его. Пусть его вышвырнут с этой работы. Он может владеть собственным бизнесом, но пока он работает на кого-то, он никогда не завладеет бизнесом. Выведи его, о, Бог. Чтобы он освободился для умножения. Потому что он молится о чем? Но сам Дух одатайствует за нас. Вы слушаете меня? С воздыханиями неисреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Не согласно того, что они хотят, но согласно того, что Бог хочет. Теперь, что это воля Божья? Потому что ты не знаешь, какова воля Божья. Мы думаем, что мы знаем, какова воля Божья о нас. Мы думаем, что воля Божья — это благословение, мы думаем преуспевание. Все это лишь гарнир. Божья воля прямо здесь. Смотри, продолжай читать текст. Вот в чем воля Божья. Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом мы знаем, что все это действует ко благу. Ты не можешь цитировать этот текст вне контекста, пока ты не помолился в духе. Поймите, люди пытаются цитировать этот текст, но они не молились еще с тянаниями, неизлеченными и ходатайствами. Они не поколились духу святому и следующему глубины. И после они думают, что все это действует ко благу. Все это действует ко благу любящим Бога, и что? Призванным. Призванным. На греческом здесь стоит определенный артикль. Именно тем, кто призван по его изволению. Значит, тем, кто буквально позволил своим целям умереть, чтобы его цель могла жить. Именно тем, кто призван по его изволению. И вот теперь становится вкуснее. Ибо кого он предузнал? Кого он знал ранее? Нет, вы в вас думаете, что вы только что сюда попали? Ты думаешь, сколько тебе лет? 35, 33, 47, 42, 67. Не, 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 не. Ты был избран в нем. Прежде сотворения мира. Сколько мне? Я буду настолько, буду настолько дерзок, чтобы сказать, как говорил святой Григорий Ницкий, противостоя орегонской ереси. Орегон говорил, что все души существуют экзистенциально от Бога, или вне Бога, и в этом случае не одного возраста с Богом. Ересь. Святой Григорий Ницкий сказал ни за что. Все души существуют в Боге. Ибо когда Бог помыслил свою первую мысль, если Бог мог подумать свою первую мысль, Он подумал все мысли одновременно. Потому что Бог не мыслит прогрессивно. Бог есть. Итак, я того же возраста, что и Божья первая мысль. И, может, это тело попало сюда всего 33 года назад, но прежде чем ты был в очреве матери, Бог сказал, я познал тебя, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Вы слушаете меня? Итак, твое предназначение, что есть воля Божья, и о чем молится Дух Святой, это быть подобным Ему. Видишь, когда ты как Он, ты не беден. Видишь ли, когда ты как Он, ты не болен. В Нем нет болезней, поэтому и в тебе не может быть. Когда ты подобен Ему, нет депрессии. То, о чем ты волновался, больше не волнует, потому что ты подобен Ему. И если ты подобен Ему, тогда то, чего у меня нет, я провозглашаю, потому что я знаю силу голоса. Я знаю, что я Божественно соединен к тому, кто не имеет нужды. Нет в Нем ничего, что нуждалось бы. Итак, тогда я стану Божественно связан с Его целью, Его силой, Его планом, Его проведением. Так что теперь я воспринимаю значение голоса. Теперь я не пытаюсь вычислить его. Он вычисляет себя во мне. Можно мне возмутить вас еще раз? Окей, окей, я заканчиваю. Не, не, правда. Они смотрят на меня так, типа, не покидай нас здесь. Первая Коринфянам 13 говорит. Стих 12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Мне это нравится, вот это. Теперь я знаю отчасти. А тогда познаю. Подобно как я познан. Ох, если бы вы только слышали, что Он только что сказал. Настанет день, когда я познаю Его настолько же, насколько Он знает меня. Вот где голова может затрещать. Схвати своего сатеда, схвати сатеда, схвати сатеда. Быть так, схвати его за руку. Схвати его за руку. Проверь пульс, он вообще жив еще. Похоже, я некоторых из них потерял на этом заявлении. Я познаю Его, как Он знает меня. Вот что делает Дух Святой. Он исследует это, чтобы я мог познать Его настолько же, насколько Он знает меня. Настанет день. Зачем мы живем? Зачем мы остаемся верными? Зачем продолжаем приходить? Зачем мы делаем все? Зачем мы страдаем? Зачем мы вынуждены проходить через это все? Если мы знаем, что вопрос спасения решен, тогда в чем проблема? Проблема в славе. Проблема в познании Его. Проблема в познании Его настолько же, насколько Он познал меня. Все люди, Библия говорит, Он спаситель мира, но не все люди познают Его. Не все люди познают Его так же, как ты и я познаем Его. И мы знаем Его, как познанный Им. Насколько мы покоряемся Ему, настолько мы позволяем себе быть открытыми Ему. Он позволит себе быть открытым к нам. Мы воспримем Его настолько, чтобы Он воспринят Иль. Мы поймем Его настолько же, насколько Он понимает нас. И я здесь, чтобы сказать тебе, если он знает, сколько волос у меня на голове. Если он пересчитал все мои волосы. Если он настолько интимно познал меня. Мне интересно, вы слышите вообще меня? Настанет день, когда я познаю его настолько же интимно. И тогда то, что было мистикой, уже не будет мистикой. Кто из вас желает более глубокого уровня? Позвольте мне, в заключение. Евреям 6. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Но совершенство мы оставим напоследок. Давайте двигаться к совершенству. Что он говорит здесь дальше? И не станем снова располагать основания обращения от мертвых дел, это один. И веря в Бога, это два, правильно? Учение о крещениях, это три. О возложении рук, это четыре. О воскрешении мертвых, это пять. И о суде вечном, это шесть. И совершенство, которое стояло первым, это семь. Семь, это совершенное число Божье. Заметьте, что здесь семь учений, которые он перечисляет здесь, семь доктрин. Сперва он называет последнюю. Вы знаете, почему Бог всегда выдает вам сперва последнее? Когда он сказал Моисею построить скинюю, он сказал, построить сначала святой и святых, не в конце. Хотя ты и входишь туда не в начале, ты должен пройти через внешний двор, во внутренний двор, чтобы попасть во святой и святых. Он сказал, но это не люди ко мне простираются, это я простираюсь к людям. Пойми аспекты Нового Завета. В Беском Завете нам следовало проходить через внешний двор, чтобы попасть во святой и святых. Когда Иисус умирает, Библия говорит, что Завета в храме разорвалась сверху вниз. Вы знаете, почему она порвалась сверху вниз? Потому что если бы она порвалась внизу вверх, так люди могли порвать. Она порвалась сверху вниз, потому что он говорит, «Меня тошнит уже от того, что люди протираются ко мне. Меня тошнит уже от того, что люди преодолевают все эти ритуалы и традиции, чтобы добраться до меня. Я приду к ним. Я найду их. Я выберусь из этого ящика и пойду туда, где они, чтобы привезти их туда, где я. Итак, он постирается к нам. Итак, первое, что он дает нам, это совершенство, и это последнее, чего мы добиваемся. Но что касается его восприятия, это первое, что мы получили, потому что он не дал бы нам все остальные учения, если бы он сначала не решил все это закончить. Он не будет давать тебе учения о покаянии, если ты не станешь совершенным. Он не будет говорить тебе покаяться, и после того, что ты пять лет спустя потеряешься из-за того, что ты вляпался. Он дает тебе совершенство сначала, и после говорить тебе покаяться, он спасает тебя сначала, И потом говорит, живи правильно. Он освобождает тебя сначала, и после говорит тебе держаться за благословение. Он женится на тебе сначала. Привет, Яков, со своей первой женой Леей. Он женится на тебе сначала, и после... Вернее, Рахиль. Он женится на тебе сначала, и после работает 7 лет, чтобы доказать, что это была неплохая инвестиция. Мы получаем совершенство сначала, потому что я здесь, чтобы сказать тебе, что Бог не видит тебя таким, каков ты есть. Он видит тебя таким, каков ты будешь. Бог видит тебя, как законченного брата. Он не смотрит на тебя в настоящем, он смотрит на тебя в будущем. Он уже видит тебя законченным и совершенным. Вот почему в тебе нет ничего, что могло бы шокировать его. Ты не сможешь сказать ему такое в заключении. Теперь уже правда. Я не вру, но смотрите на меня так. Книга пророка Даниила. Когда ты знаешь силу голоса, когда ты знаешь, почему Дух Святой внутри нас, книга Даниила говорит эти слова в первой главе. И я думаю, что говорил об этом в прошлый раз, но я хочу затронуть это еще раз снова. Иногда я повторяю себя, потому что у меня нет множества проповедей. У меня есть лишь одна проповедь, но у меня есть много способов проповедовать ее. И это и есть поглощающее желание моего сердца, это быть подобным Христу. Чем больше мы становимся подобными Ему, все остальное умаляется в этом аспекте. Призвание церкви быть Христом на земле. Призвание церкви проявлять натуру Христа так, что когда люди видят нас, они сказали, мы бы сказали о себе, то, что он сказал о себе. Когда вы видели меня, вы видели отца. Мы скажем, когда вы видели нас, вы видели Христа. Мы свидетельство, которое он оставил на земле. Под покровом. Можно мне напомнить вам, что Иосиф был под покровом? Некоторые люди не знали, кто он такой. Вы говорили здесь о том, что люди не знают, кто вы были. И Господь говорил мне про Иосифа, говоря, что если ты действительно... Иосиф не устранился для того, чтобы одеваться как еврей. Он одевался как египтянин. Никто не знал, кто он такой. Его родная семья не знала. Он выглядел точно как те, кем он себя окружил. Слышишь, в освященной церкви тебя за такое отлучат? Он был очень похож на тех, кто был вокруг него, потому что он был важен для них. Пойми, важен. И ты знаешь, почему он так многое значил для них? Потому что он кормил их. Он любил их. Стал частью их. И он мог понимать их. И в конце концов, завоевал весь народ не тем, что он Божий свекор. Ходя и говоря, я лучше тебя. Но принимая их дары и говоря, я могу быть как вы. Я никогда не потеряю того, кто я есть. Потому что кто я есть, это уже утверждено и установлено. Вопрос не во мне. Бог уже захватил меня. Ему нужны вы. Поэтому я буду сосудом. И я не хочу заставлять вас быть мной и доказывать, что я такой. Я хороший христианин, и мне нельзя тусоваться с тобой, потому что ты нехорош. И мне нужно поддерживать свою личную репутацию и святость. Единственное, как я выиграю тебя, это подружившись с тобой. Единственное, как я могу получить твое доверие, это оказавшись связанным с тобой. В этом причина, и не поймите меня, здесь неправильно, но поэтому массовые алтарные призывы не работают. Потому что, когда тысяча человек пришли к алтарю, никто из них ни с кем не связан в довеке. Дав людям молитву и бесплатную Библию, ты не можешь ожидать от них понимания принципов царства. Ты взаимодействуешь с жизнью ежедневно. Ты показываешь им, как жить этим, а не рассказываешь им, как жить в этом. Ты проходишь это вместе с ними каждый день. Ты приглашаешь их в свою жизнь, чтобы они могли вкусить полноту царствия Божьего. Даниила, первая глава, говорит. Что-то она говорит. Вот оно. Даниил, первая глава, стих 3. И сказал царю Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, кративых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и измышленных и годных служить чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Слышали, что текст говорит здесь? Кто может изучить язык их угнетателей? Потому что всякий, кто изучал аспекты, эти аспекты истории, если хочешь поработить людей, ты должен забрать у них их имя, и ты должен забрать их язык. Потому что до той поры, пока они говорят на своем исконном языке, они помнят свою исконную землю. И пока они помнят свою исконную землю, они никогда не будут сполна покорны, потому что всегда будет надежда вернуться домой. Поэтому всегда есть опасность бунта. Итак, если ты хочешь покорить их, отними у них их язык. И забрав их язык, они акклиматизируются к дому, который на самом деле не их. К стране, которая на самом деле не их. К земле, которая на самом деле не их. Итак, мы родились в этот мир. И мы потеряли свою тождественность, которая была от начала — дух. И вы приняли язык этого тела и этой семьи, которая не является нашей настоящей семьей, но лишь является временной семьей, которая привела нас в этот мир. Но наш настоящий отец, он с небес. Вы слушаете меня? И поэтому у нас нет потребности бунтовать. Но как только мы начинаем восстанавливать свою память... Привет! Как только мы вспоминаем, кто мы были... Вспомнить, значит, знал, но забыл. Пойми, именно поэтому нам не нужен новый ум. Некоторые из вас, вы пытаетесь получить новый ум. Знаешь, нам нужен новый ум, новый... Тебе не нужен новый ум. Тебе нужно обновить твой ум. Ведь не обновляю то, чего никогда не было. Если ты не получаешь комсомолку, то ты не обновишь подписку. Ты не можешь обновить подписку на то, чего никогда не имел. Ты обновляешь ее, если она у тебя уже была. Итак, если обновляешь в моем уме, я не получаю новый ум. Я получаю ум, который имел в Боге, прежде чем оказался в моей матери. И я опять буду возмущать вас сейчас. И у меня от этого будут проблемы. Вот почему тебя не надо устанавливать. Тебя надо восстанавливать. Ты не новый образ получаешь, тебе нужно получить образ Божий, который ты имел прежде, чем родился, на земной уровень. Можно вывести это, обновить, освежить, восстановить, возродить? Позвольте мне вывести это на новый уровень. Искупить. Искупить значит, что ты когда-то владел этим, но потерял. Можно совсем уж проблем нажить. Примирить. Вот Джордж и Пэм. Вот Джордж и Пэм счастливы в браке. Смотри. Вместе. Я не могу примирить их. Они уже вместе. Примирение будет, только если был разрыв. Если они никогда не встречались, я не примиряю. Если Пэм и Джордж никогда не встречались, вот он я. Давайте, позвольте мне примирить вас. Джордж, это Пэм. Я не знаю ее. Хорошо, давайте вы помиритесь. Как ты можешь? Ты не можешь помирить меня. Я не знаю ее. Ты знакомишь меня. Заметьте, мы пытаемся познакомить грешников со Христом. Как будто они никогда не знали его. Ты не знакомишь. Он сказал нам примирять грешников. Другими словами, возвращать их к Богу, которого они уже знали, но они забыли. Когда они пришли на земной уровень, дьявол украл их память, и твоя проповедь... Я спорить готов. Больше людей отдадут свои сердца делам Божьим, если вы перестанете вести себя так, как будто бы они не знали его. Большинство грешников скажут тебе, я не отдал свою жизнь Христу, потому что они говорили со мной, как будто я не знаю его. Я знаю его. Я знаю о Боге. У меня есть с ним отношения. Поэтому примирение означает, что что-то разделило, отделило их, и ты теперь показываешь им то, что уже есть. Что полностью меняет тогда смысл послания о блудном сыне, потому что он теперь не отступник. Речь не об отступниках. Это, кстати, не новозаветное слово, а ветхозаветное слово, потому что в Новом Завете нет слова, равного слову отступник. Так что теперь блудный сын — это не тот, кто уже был в церкви и ушел. Он все время был сыном. Блудный сын не был усыновленным сыном. Он был сыном, который был там с самого начала. Привет тем из нас, кто рожден от Бога. Мы были в сердце и разуме Бога, но мы родились на землю. И когда мы начали жить полны греха, и мир начал ошеломлять нас, мы вспомнили, что мы родились не от мира сего, но мы были духовными творениями, и тогда мы начали, мы возвращались, а не только приходили ко Христу впервые. Мы возвращались, восстанавливались, возобновлялись, освежались, примирялись, выкупались Богом! До вас дошло? У меня есть проблемы? Итак, наш язык, он дает нам новый язык. И чем больше мы говорим языками, чем больше мы помним, это не мой дом. Эта сфера, этот физический мир ограничений, это не та сфера, которой я ограничен. Я не ограниченное духовное создание, я во-первых, дух, а уж во-вторых, человек. Я не человеческое творение, имеющее духовные переживания, я духовное творение, имеющее человеческие переживания. Я сначала дух, а уж потом плоть. Я здесь, чтобы Бог поместил меня в это тело, чтобы я мог познать Его в этом теле, чтобы Он мог быть Богом не только на небесах, но чтобы Он мог быть Богом даже на этом уровне. Здесь, на земном, в плотском уровне тоже. Он поместил меня сюда, чтобы я мог узнать о Нем, чтобы я мог проложить тебе путь через слепоту и неведение плоти, и начал воспринимать. И когда я оказался не способен сделать это своим человеческим духом, Он поместил силу Духа Святого в меня, чтобы я смог различить силу голоса. И тогда, если я мог различить значение голоса, если я мог понять итоговый результат всего, что Бог вместил глубоко внутри меня, если бы я смог сполна объять, что Бог, который живет внутри своей церкви, делает больше, чем просто заставляет нас говорить языками. Он делает больше, чем просто заставляет нас говорить языками, кричать и танцевать, что цель Духа Святого в том, чтобы буквально затащить нас в более глубокие вещи Божьи. Я исполнился Духом Святым не для того, чтобы просто начать чувствовать, что это и все, что касается спасения. Он наполнил меня полнотой самого себя, чтобы я мог воспринимать, что есть высоты, на которых я еще не был. Раньше святые говорили, есть большие глубины, есть глубины, которых вы еще не видели. Есть большие высоты, есть места в Боге, которых вы еще не представляли. Так что, когда ты начинаешь представлять, что Бог имеет еще для тебя, с чем ты не будешь бороться или сопротивляться этому, и ты начинаешь говорить, хорошо, Дух Святой, двигайся по-твоему. Я подозреваю, что то, что я прохожу, было не для того создано, чтобы уничтожить меня, но это было создано, чтобы явить натуру, которая во мне, но о которой ты не знал, но о которой я не знал, чтобы у меня была способность преодолеть. И посмотри на свою жизнь в прошлом году. Некоторые из вас говорили, еще один год я не вынесу, но вот он ты, еще один год, все-таки выносишь это. Ты говорил, я не выживу еще один год, но вот он ты, еще один год ты выживаешь. Ты говорил, я больше не буду проходить все это, но вот он ты, еще один год ты все еще проходишь это. Что происходит в твоей жизни? Ты воспринимаешь, что Дух Святой начинает двигаться по-своему. Он уже не чушь тебе, но ты начинаешь воспринимать, «О, Бог, я не странник Духу Святому, и Дух Святой уже не странник для меня. Я могу понять, что Бог делает. Я могу понять, что Бог говорит. Я не чужой странец больше. Я не чужой тому, что Бог сделал. Или тому, что Бог говорит. Я жажду познать Его. Я жажду воспринять Его. Я жажду больших глубин. Я хочу больше Его. Я не буду доволен тем, где я есть. Но Я хочу больше. Схвати статя и скажи, Я хочу больше. Скажи им, Я хочу больше. Скажи им, Я хочу больше. Ты думал, что ты был отступником. Ты думал, что что-то было неправильно с тобой. Ты думал, что ты потерял это. Ты думал, ты пропустил это. Ты спрашивал, что не так со мной. Почему я чувствую себя так? Почему я чувствую, что есть что-то большее в Боге? Ты не отступник. Это знамение того, что ты там, где Бог хочет тебя видеть. Ты не отступник. Это знак того, что Бог тащит тебя. Он являет, что есть иной уровень. Ты не упустил его. Но Бог дает тебе понять, вот где Я хочу тебя видеть. Ты не пропускаешь это, но Бог дает тебе понять, что есть уровень в нем, которого ты не видел еще. Есть уровень, которого ты не пережил еще. Есть сфера, которую ты не ощутил еще. Есть место, которого ты не посетил еще. Которое вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Он претерпел крест. Могу я сказать тебе, что Он претерпел, когда Он был на кресте, Библия говорит, что они одели Ему венец терновый на Его голову. Можно пророчествовать вам, почему они одели Ему венец терновый? Потому что Бог сказал Адаму, когда будешь работать на земле, плотской уровень, когда будешь вспахивать, земля породит тебе терния. Другими словами, плотской разум — это прибежище, это результат тщетного труда. Плотской уровень. Когда Бог сказал Адаму, иди убей своего сына, голова барана запуталась в терниях. Итак, мы понимаем, что когда терния были положены Ему на голову, плотской ум был распят, ибо помышление плотки — и суть смерть, а помышление в духовной жизни — мир. Пусть в вас будет тот же разум, что и во Христе Иисусе. Погоди минутку. Погоди минутку. Того самого Иисуса, которого они повесили на кресте, они проткнули в бок. Почему они проткнули его в бок? Потому что тот самый первый Адам, когда Бог хотел сделать невесту, он открыл ему бок, взял ребро, и из-за его бока вывел невесту. Но я пытаюсь пророчествовать вам, что настало время невесте вернуться в Бог, что церковь возвращается обратно в тело Христова. Поэтому они проткнули ему ребро, чтобы был божественный доступ обратно в тело, обратно в полноту, обратно к престолу Бога. Должно быть больше. Я не удовлетворен. Горе, беспечным на Сионе, это опасное положение, когда ты думаешь, что ты знаешь все. Это опасное место, когда ты думаешь, что ты все приобрел. Это опасное положение, когда ты не можешь признать, Бог есть большее, есть иной уровень, есть большая слава. Я хочу знать силу голоса. Я не хочу быть странником. Я хочу быть другом. Я не хочу быть чужаком. Я хочу быть другом. «Я не хочу быть варваром, я хочу быть сыном». Подними свои руки и скажи, «Я хочу большего!» «Я хочу большего!» «Я хочу большего!» «Да, Бог, я хочу большего!» Мы не удовлетворимся богословием, которое запирает Бога в ящик. Мы не удовлетворимся богословием, которое не позволяет Богу быть Богом. Мы не разменяемся на систему верований, которая ограничивает Бога и говорит Ему, что Он может и чего Он не может делать. Бог хочет, чтобы мы восстановили Его суверенитет. Бог хочет, чтобы мы позволили Богу быть Богом и делать, что Он хочет делать. Ему не нужно наше разрешение. Он Бог сам по себе. Ему не нужно подписанное тобой разрешение. Он может делать это, потому что Он Бог. И Он даст тебе силу распознавать то, что Он делает. Твоя работа — распознавать это, благословлять это, благодарить Бога за это и поклоняться с этим. Посмотри на своего соседа. Я не рехнулся. Скажи им, я не рехнулся. Я думал, что сошел с ума. Кто из вас понимает, что вы не безумцы? Есть нечто в Боге, чего мы не знали раньше. Есть места в Боге, которых мы не предвкушали раньше. Есть сферы в Боге, которых мы не могли объять ранее. И мы чувствовали, что Бог в полночный час возбуждал нас и потрясал нас. И мы говорили, «Бог, что-то не так!» Бог говорит, «Все так! Ты именно там, где Я хочу тебя видеть!» О, Бог, почему я чувствую, что молюсь недостаточно? Потому что Бог скажет тебе, «Ты не можешь молиться достаточно!» Почему мне кажется, что я недостаточно пащусь? Ты не можешь пащиться достаточно! Поэтому ты есть тот, кто ты есть, по благодати Божьей. Дело не в том, что ты делаешь, а в том, что Я делаю для тебя. Подними свои руки и скажи, «Душа, скажи, да!» «Душа, скажи, да!» «Да!» 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 О, Бог! Это большие уровни... Есть большие уровни славы. Есть то, чего мы не вкусили еще. Есть уровни, которых мы не объяли еще. Есть места в Боге, в которых мы еще не были. Павел сказал, «Я был на третьем небе». И я видел то, что мне нельзя рассказывать. Иоанн сказал... Иоанн сказал, «Я ходил по небесам». И семь громов прогремели семь слов. Когда я хотел записать то, что сказали семь громов, ангел сказал, «Не пиши этого!» Цветы раньше пели эту песню. Иоанн, ты оставил эту книгу. «Не пиши больше!» Иоанн сказал, что ему нельзя писать этого, но он никогда не говорил, что нам нельзя проповедовать этого. Почему Иоанну нельзя было писать этого? Потому что если бы он написал все, что Бог явил, нам бы уже не пришлось бы самостоятельно искать Бога. Если бы все, что Бог имеет для нас, было в этой книге. Нам не пришлось бы самостоятельно жаждать Бога. И так он дает нам то, чего нет в книге. Чтобы мы могли сказать, «Господь едь большее в тебе». «Теперь услышь меня!» То, что мы ощущаем, не противоречит книге. Но иногда не все будет в книге. Золотые зубы не в книге. Но это случается. Возложение рук на телевизор не в книге. Но люди получают исцеление и освобождение таким образом. Кидание пиджака нет в книге. И меня не волнует, что они говорили бы не Хину. Для кого-то это сработало. Кто-то говорит, «Ну не настолько же все радикально делать». Но иногда Бог просто любит делать это, потому что нам не нравится. Я не понимаю всего, что делает Бог, но я очень осторожен в том, чтобы не сражаться с этим. Я исповедую. Я не понимаю смеха и катания пополам. Я не понимаю этого. Я никогда не делал этого. Но если Бог хочет, чтобы я смеялся, только дайте мне снять все драгоценности. Не стоит терять здесь бриллианты или рубины. Нам нужно жаждать Бога. Есть место в Нем. Мы были ограничены раньше, послушайте, потому что Он дал нам Духа Святого не для того, чтобы мы ходили и строили собрание на этом переживании. наше переживание приходит, чтобы было единство, а не наоборот. Не надо, находя людей через единство, ощущений говорить, «Я буду теперь держаться тебя». Наши ощущения помогают нам быть со всеми. Он приходит и говорит, «Если я исполнил тебя, я могу исполнить кого угодно. Если я кого-либо спасал, я могу спасти всех. Если я исцелял кого, я могу исцелить всех. Если я когда освобождал кого, я могу освободить всех. Они Мои, не Твои. Мы не знаем силы голоса. Она создала мир, и Он дал ее нам. Он сотворил землю тем же самым голосом и после передал этот голос нам. Если бы мы могли распознать, что нам... Не в специфике, а просто какова цель за этим. Мы хотим детали. Бог говорит, «Я не дам тебе подробностей. Я просто хочу, чтобы вы поняли, кто вы и что я сделал для вас». На подходе поколения людей в этот час, людей, которые голодны по Богу, и они разочарованы церковью. Они разочарованы, потому что они говорят, «Есть что-то большее». И всякий раз, когда они говорят это, другие христиане смотрят на них, как на сумасшедших. Другие люди говорят, «Ты просто радуйся, что на небо попадешь. Небес должно быть достаточно для тебя». И однако, вы знаете, мы подходим к тому моменту, когда мы говорим, «Одних небес уже недостаточно». Смотри, я знаю, что ты не хочешь, чтобы я говорил такое, но одних небес уже недостаточно. Небеса будут тогда. А что важно, это сейчас. Небес недостаточно. Что Бог делает? Он наполняет нас своей славой.